Там транзитный, не очень давний, но, тем не менее, существующий путь наших ребят, которые работают как это, назвали наши официальные лица частное охранное предприятие, охранное агентство, которые выезжали в некую третью страну. Вот у меня она тоже известна, я думаю, скоро о ней сообщат. И, собственно, одна партия этих ребят уже уехала, а другая партия ребят ждала выезда, имея на руках билеты. И, собственно, они совершенно не подозревали никаких возможных эксцессов, потому что там мели определенные договоренности. Я там скрывать не стану, был там с некоторыми на связи, и видел, что они, собственно, живут совершенно не скрываясь, занимают спортом, ходят в форме, живут своей конкретной группой. Ну и надо брать себе отчет, что люди, у которых там пробиваются биографии, собственно, в течение 30 секунд в любой социальной сети, с которой 13 человек номеротворцы находятся со всеми фотографиями, конечно же, ну любой здравомыслящий человек понимает, что таких людей никогда бы не при каких обстоятельствах не стали бы направлять в Минск для проведения каких-либо там мероприятий, связанных с попыткой создания какого-то там Майдана или каких-то провокаций. Ну то есть я тут как бы пытаюсь обонировать некоторым белорусским СМИ, которые отрабатывают эту версию, но вообще любому здравому человеку говорю, понятно, что это бессмысленно всего этого, а с другой стороны я просто знаю реальную ситуацию и говорю, реально такова. Поэтому, когда, собственно, это все случилось, это, так или иначе, поверло в шок там наших товарищей, которые, ну, с которыми мы дружны, которые не имеют к этому отношения. Тем не менее, мы все это прекрасно осознаем, что те люди, которые имели отношение к Донбассу, которые работают воинкорами, которые там служили, они, конечно же, на уровне просто диалога увлечено все эти истории, знают, что ребята там ездят в ЧВК, кто-то из наших друзей туда ездит, кто-то ездит по одним направлению, кто-то по другим. Вот, и, конечно, сразу поняли, что это какая-то махинация, разводка какая-то одной из политических структур или силовых структур Беларуси с определенными какими-то целями, с определенными выгодами, которые они хотят от этого получить. Вот, и там было принято решение немедленно там нашей группы объявить, что, ну, собственно, как бы работать на единственно правильную реальную версию. Просто сразу сказать, что это наши ребята, они ехали с такими-то какими-то целями и максимально, собственно, это вывести в инфляционную повестку, прямо говоря, чтобы немедленно это дошло до, собственно, действующего главы страны. Что, собственно, и произошло, потому что, так или иначе, в тот же день информация попала, и, собственно, стремительная была реакция. В данных случаях там действительно стремительная, потому что и МИД, и послы, и все прочие органы, и видны, и не видны, и тот же включились в процессы, и начали всем этим заниматься. Я прямо скажу, что далеко не всегда такие вещи происходят, и периодически случаются вещи, которые не становятся предметом информационной повестки и не всегда заканчиваются благополучно, потому что, ну, у нас, мы знаем, там, в отдельных случаях, в случае боевых испытновений, у нас там могло погибнуть неожиданно большое количество сотрудников частного охранного предприятия, где-то они сели и не вышли никогда. Вот, в данном случае, собственно, так или иначе, мы видим, что президент взял под контроль, и, Господин Песков уже дважды на эту тему высказывался, что демонстрирует обеспокоенность, собственно, всех к этому причастных. Вот, так и такая история. Насколько я понимаю, господин Лукашенко, попав в сложную ситуацию, в том числе, конечно, я так догадываюсь, что, ну, зная об этой ситуации, она для него тоже не стала сюрпризом, он ведет так или иначе определенный торг, обычный политический торг, желает получить с этого какую-то определенную выгоду. Ну вот, и о том, что он просит и что они предлагают взамен, как все это происходит, я, конечно, же, не осведомлен, и никто из нас не осведомил, но это, тем не менее, очевидно, потому что просто по факту у этих ребят нет оружия, они ни в чем не собираются участвовать, им совершенно ничего предъявить, они просто совершенно невиновны, и белорусская страна, по факту, должна их, конечно, отпустить немедленно, потому что, ну, собственно, я лично спилку Песков, поэтому прямым, прямым текстом сообщили, что мы уверены, уверены, что белорусская страна должна отпустить их, то есть, но, опять, понятно, что стоит за каждым словом человек, который работает представителем президента, если у нас была бы слабая позиция, он бы тоже не повторялся эту реформу, там абсолютно сильная позиция, абсолютно ровная, вот, но белорусской стране тоже надо как-то выходить с каким-то из этого из-за этой ситуации с каким-то сохраненным реноменом, вот, собственно, в этом речении сейчас. Конечно, я лично увлечен, потому что там есть мои личные знакомые, и, собственно, опять же, пробить в интернете какие-то фотографии никакой возможности не представляет, тем более белорусская страна, она со своими целями сработала сразу на опережение, потому что она тут же выложила все паспортные данные в сеть, то есть, они даже не пытались скрывать, и там через уже 30 минут все желающие ведь видели эти страницы в миротворце, а потом спустя этот часов уже показывали паспорта, то есть там вся ситуация была весна, и, собственно, по нашим данным уже 12 дней уже эта история уже, собственно, готовилась белорусской стороной, они, конечно же, прекрасно знали, кто к ним заезжает, прекрасно знали, с кем они будут работать, все там, собственно, было идеально выведено, и даже понятно, что когда они их задерживали, они прекрасно знали, что у них там ничего, никого вооружии нет, и хотя там все это выглядит казалось бы угрожающе, видно, что они работают достаточно спокойно, отрабатывая определенный там свой сценарий. А вот на этом уровне я все воспринимаю там достаточно конструктивно, а вот на уровне происходящих вокруг там вещей разнообразных, вот там приправления генерала ФСБЭКа, которые там что-то высказывают по моему поводу, я, конечно, воспринимаю это с чувством жестокого сарказма, потому что люди, которые вообще не знают ситуацию, вообще не знают, что происходит, вообще не в курсе просто этой темы, разгоняют разнообразные там хайпы в сетях, и это, собственно, на решение этих вопросов не милеет никак. То есть люди пытаются какие-то, видимо, свои очки получить, там, какие-то счеты свести, еще что-то остальное. Вот, но я, конечно же, благодарен тем тем людям, которые там из нашего сообщества, которые помогли принять быстрое решение, сами их приняли, и все очень быстро поняли, что там единственный этот вариант, этот вариант отработки того, что это наши ребята, что мы с ними работаем, он, собственно, он и работает, и у государства его спустя буквально там к вечеру она уже, собственно, приняла этот вариант, потому что могу принять какой-то другой, но тут, собственно, никаких иных возможностей и не было. Либо мы даем возможность белорусской стране отрабатывать версию, что это как бы тетушки, которые приехали шатать белорусский Майдан, либо мы прямо сообщаем по факту, что это наш ЧОП, который ехал в другую сторону. Ну, просто правда, правда всегда легче отставить. И к вечеру уже, собственно, было заявление посла, который повторил там ту точку зрения, которую мы там с нашими товарищами, собственно, и сразу запустили. Просто элемент торга и политического шоу. Ну, то есть технически представить такие вещи крайне сложные. там 32 гражданина России. Ну, то есть я вот сам в своей общеизвестной биографии выезжал во все страны мира и спокойно путешествовал, причем во время, собственно, военных действий и нахождение в составе ДНР, даже не после этого, нахождение. И украинская сторона пыталась каким-то образом заявить свое негодование, там, когда я была в Франции, в Италии, там и дали, и везде. Вот, но в силу того, что ни я не подан в Антерпол, ни какие мои товарищи никуда не подан, и, ну, это просто технически невозможно выобразить, как это должно происходить. И для господина Лукашенко, ну, это было бы, ну, радикально смелым решением. А то, что он вовлекает, он информационную повестку вовлекает, я думаю, что, если не по инициативе, то согласие белорусской страны вовлекается Украина, на это вот накручивается еще лишнее такое ощущение неврозы, и это просто помогает ему там в определенных торгах. Ну, есть какие-то определенные условия, и, ну, как бы это служит дополнительным вот, как бы, вот шумовым эффектом. А технологически у нас аномальное количество людей, которые участвовали в этих событиях, они выезжают, ну, куда угодно. Вот, по крайней мере, это коронавирус, конечно же, там, у меня тысячи людей просто ездили, и, ну, что, ну, Украина будет требовать их по всему миру возвращать, ну, так и возможно, вообще. Прецедент, ну, просто, ну, безумный, это самое, лучше гражданин России, и даже гражданин Украины. Россия как более мощный, как более влиятельный, как более... с очень сильной имперской инерцией сосед, я вот не вкладываю негативных коннотаций, конечно же, он априори влияет. Даже не имея, вот, логической цели влиять на Белоруссию, на Лукашенко, сама фактура событий, экономика, политика, дипломатия, все остальное, конечно же, она уникает Белоруссию в нашу арбиту. Это просто объективно так. Ну, и в самом широком смысле русские купцы, люди, которые там занимаются любыми промышленными, экономическими, сельхозхозяйственными, военными и прочими делами, конечно же, они ресурсно более обеспечены, чем их белорусские коллеги. Конечно же, они отыгрывают очень многие позиции, просто по факту их отыгрывают. Конечно же, у Лукашенко из-за этого постоянное такое ощущение, ну, вот, как бы, того, что он проеден какие-то позиции, что ему приходится отступать, что Россия все больше и больше вползает в зону его интересов, что она его обкладывается со всех сторон. И, конечно же, он уже какое-то время живет уже в состоянии просто вот такого невроза. Требор такой, ну, как, ну, вот здесь и там, ну, я же ваш партнер, что же вы так вот меня загоняете в угол? Ну, я еще раз повторяю, это не потому, что вот там только или решился отдавать. Ну, просто это так. Ну, конечно же, в Белоруссии была основной частью Советского Союза, Российской империи, там определенные экономические все эти рычаги, ручьи, географии, географические, там, все выставлено так, что она является основной экономической частью. Поэтому, при этом она независимая государственность. Но это же не просто не отдельный случай России и Беларуси. Это любая крупная страна, Китай, США, кто угодно, ну, Германия, она так или иначе начинает воздействовать на соседние страны, на географические объединения вот таким образом, доминирующие. Потому что это сама логика экономики. Полятно, что так или иначе подъездные настроения, они копятся и в других регионах, а в данном случае это, опять же, следствие во многом непродуманной политики центра по отношению к окраинам, к регионам, которые, конечно же, в России строятся вот по принципу втягивания ресурсов интеллектуальных, экономических, финансовых в центр, а потом уже распределение их по настроению и по степени харизматичности регионального руководителя или его управляемости, или там еще каких-то вещей. И подобные взвихрения объективно возникают, допустим, истории с Владивостоком, с праворульными машинами, в свое время стало таким предметом такого взвихрения, или история, вот недавняя история Шиеса, там, да, на северных, тоже в известном смысле окраинных территориях, ну и так далее. Это периодически будет возникать, и, видимо, конечно же, надо создать какой-то при российских, при российской государственной машине, какой-то умный аппарат, который все-таки выстроит вот иную лучевую систему, когда не все подминает, съедает, распределяет в Москву, а когда, в принципе, какая-то возможность иного. Потом, конечно, вирус на это наложился, в общее попадение экономики, там, еще что-то там, ну и вот такой эффект. Я, в целом, я понимаю настроение людей, я его во многом там разделяю, хотя, ну, понятно, что при определенных обстоятельствах, там, конечно же, я попругал, но ничего не знаю, но просто люди просто выбирают определенный повод для того, чтобы высказать накопившиеся с вами приятные. В данном случае это не самая главная точка предковедения, просто такое огромное количество претензий, которые сдерживал, 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 сего-то, но вот поэтому, конечно, необходимо прям вот просто, как мне кажется, засылать прям целый отряд разнообразных министров, министерств, не силовые, даже служба, а вот именно, чтобы они шли на контакт, проговорили какие-то вещи, исправляли прям в вручном режиме, и все то, что там, на судя по всему, не работает. Ну, он такой волнообразный, оно, потому что он еще на Грудинина, у нас и сейчас привинчивают, а когда он будет взносным президентом, что не привинчивают, я удалю, у нас сейчас, ну, что он у нас не сидел в тюрьме, все, ну, оно, конечно же, возникает при течение определенных обстоятельств, и мне кажется, что не найдена вот эта золотая середина в двух технологических подходах. С одной стороны, конечно, Россия нуждается в централизме, в системе управления, в невозможности там регионального сепаратизма, в невозможности элит восстать против центра, и вот эта система отрабатывалась, 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 потому что мы развентились совсем в период, там, с 87-го по 99-й год, мы развенчились и распадались, потом мы начали себя скреплять, и мы уже перекрутили по многим направлениям вот эти маховики. И сейчас у нас совершенно за бюрократизированную система взаимозамены политических элит, у нас, ну, просто все залито, все в бетон. У нас, конечно же, вот демократия в том виде, в котором мы за нее боролись, там, не мы, как раз, наша память там темненькая, за которую боролась страна, в момент перестройки этой демократии от нее остались только некоторые видимые такие, ну, вывески такие, что вот у нас есть выборы губернаторов, там, выборы того-то, выборы сего-то, вот, а в целом, конечно, очень многие вещи просто элементарно не работают. И создаешь, что, на самом деле, неплохие проекты, может быть даже успешный проект, там, лидеры России, еще что-то, кадровые резервы какие-то. Но этого явно недостаточно для вот той самой живой циркуляции крови внутри государства. У нас прям реально, ну, если человеком сравнивать, значит, очень многие органы просто отмирают. Ручка не работает, ножка не работает, это такой зомбак государственный, политический, да. Ну, и мы даже и глядим на политическую систему, на парламентские фракции, на управленческий аппарат. Конечно же, мы понимаем, что эта структура создана, и руководится людьми определенного психотипа, определенного возраста, определенного генерации, определенных взглядов, определенных убеждений, вот они вот так или иначе. И в этом смысле, опять же, психийное недовольство, там, молодых людей, там, и людей среднего поколения, оно тоже, конечно, вполне объяснимо, потому что, ну, там, у людей есть, ну, если даже, может быть, знаний нет в полном виде, есть, как бы, порыв и желание видоизменять все это. Поэтому система тоже нуждается они, то есть, они так долго придумывали аппарат, который все привинчивает, что надо сейчас придумать уже аппарат, который все немножко отвинчивает, потому что иначе, ну, вот она взрывается, и потом как-то с Шиесом разбрались, как-то там-то разбрались с правым рулем, как-то забрались там еще с чем-то, но вот только такими методами завинчивания уже явно государственность не справляется. Я об этом вот совершенно вот отчаяюсь в этом понять, потому что да, с одной стороны, понятно, что есть коронавирус, что есть смертельные случаи, что есть какая-то необходимость системы самозащиты, но при этом, с другой стороны, тоже очевидно уже для очень многих, что многие принимаемые меры несоразмерны происходящие. Я вот вчера ходил в книжный магазин, вот меня заставили вот эти вот одеть перчатки, заставили одеть маску. Я, ну, собственно, не скрываю, я все время вируса, во-первых, общался с людьми, в том числе и со многими людьми, которые болели там коронавирусом, как правило, в легкой форме. Я взъезжал по стране, активно участвовал там социально, имеет для этого всю документацию необходимую, социальная политическая жизнь, я ни разу этого ничего не делал, не одевал, не носил, не пользовался, и я знаю, что все это снимут скоро, неизбежно просто снимут, потому что, ну, как бы, количество масок и количество заболевших, это вещи не соприродные друг к другу, они какими-то разными вещами обусловлены, и, собственно, например, варианты Белоруссии, собственно, это доказано. Можно делать изо всех сил так, а можно так, а результат получается одинаковый, а может даже и не в нашу пользу. Поэтому мне кажется, что Россия как-то пошла на поводу определенных мировых тенденций, и вот в мире начали вот так делать, но и мы посмотрели, решили, что, наверное, тоже нам надо так сделать, и вот мы тоже так делаем, потому что идет какая-то мистерия общемировая, в которой тоже надо участвовать. Она, да, она имеет реальную подоплеку, и всегда кто-то начинает говорить, говорит, вот у меня там, вот умер там человек, а у меня тут этот заболел. Ну да, это понятно, но при этом вот столь несоразмерное все происходящее, столь несоразмерные те потери, которые мы несем, и в экономике, и вообще в ощущение здравого смысла, вот с реальной опасностью, потому что то говорили, что просто в самолет нельзя зайти, там тут же из самолетов все-все просто бежали проверяться, и всех надо на карантин, в церковь тем более нельзя зайти. Еще потом раз, все сидят, сейчас я хожу по Арбату, все сидят в этих ресторанах, когда мне говорили, что в церковь нельзя, потому что там рядом стоят, а вот в ресторанах все будут соблюдать дистанцию, но никто ничего не соблюдает, все сидят, пьют и едят. Это было сразу понятно. Или там, когда показывали по телеку вот этих детей с вертолетами на головах, что вот сейчас Китай начал новую жизнь, и теперь как-то все будет. Ну что они эти вертолеты, сколько они, часа два проносили их, нет никаких этих вертолетов на головах, нет никаких дистанций, ничего этого нет. Ну нет, ну что, нет посткорноверностного мира, нет ничем от того, чем нас пугали, что все будет иначе, и мы теперь будем вечно мыть руки, ноги, голову. Да все это кончилось там тут же, мы перестали мыть руки, ноги, голову, сняли маски, и ничего не произошло. Мы все не... Ну то есть, можно сказать, ну потому что мы выработали иммунитет, еще кучухнули людям, впарить, сказать, что да, вот выработали. Но мы-то знаем, что не может человек, который 30 дней просидел в квартире, что-то там выработать, потому что он только потерял иммунитет, и он должен выйти на улицу, вдохнуть и сразу заболеть вообще всем от этого, от шока организма. Поэтому я бы, конечно же, не имел для этого никаких оснований и полномочий, но все-таки я хотел бы, чтобы российская государственная машина чуть меньше все-таки ориентировалась на западные тенденции, потому что, ну одно дело с масками, я даже для вида готов это поносить, вот эту всю вашу атрибутику, если вам так надо. Вот, но дистанционное образование — это катастрофа, и это сатанизм, это преступление перед российскими детьми, школьниками, студентами. Просто преступление, на это нельзя, это просто нельзя начинать делать никогда, априори просто нельзя начинать. Вот, ну и прочие вещи, там, скажем, преступление перед средним бизнесом, еще раз, вогнать его и малый бизнес еще в одну такую историю, вот, и оставить аномальное количество людей за пределами социального обеспечения, то мы получим четыре дарах английского, что это не фурга, конечно же, это в регионах не так, может быть, технологично была отработана вот эта система банковская, финансовая и производительная помощь тем людям, которые потеряли работу или были измены. Ну, в общем-то, да, еще, а так ли это, вот, с размерной опасности COVID? Вот, мне кажется, что есть какая-то, ну, такая общая театральная постановка, в которой нас тоже просили участвовать, вот, как бы, объясняя, что это вот надо для нас, для нас же самих, надо нам для наших самих, ну, нормально, мы поиграли вот в эту игру, мы все посидели дома, все, мы продемонстрируем, что мы можем, что мы социально ответственны, что мы, как бы, согласны, ну, до разумного предела. На самом деле, конечно же, у большинства книг в США точно такие же тиражи, три-четыре тысячи экземпляров, но у них тут есть система, работающая система создания общинационального бестселлера, который читает, так или иначе, вся интеллектуальная часть страны, вот то, что имело место в Советском Союзе, когда существовали книги-авторы, которые, ну, при личном обществе, просто было, ну, ну, неприлично, чтобы прийти и сказать, что, я там, ну, не знаю даже, кто такой Уитин Распутин или не читал новую книжку Стругацкий, все равно среди интеллигенции, в том числе рабочей и даже христианской интеллигенции, все равно именно эти циркулируют, они были, я же сам, в Советском Союзе, они были предметом, как минимум, о них догадывалось, либо слышало большинство граждан России, там, Невтушенко, Вознесенский, Акуджава, название его, литераторы, Юлиан Семенов, там, да, все, все это было предметом знания и чтения огромной части людей, да. Потом, в силу очень большого количества причин, самого разного количества, вообще структура читательская, другая, чем США, у нас вся эта система, так или иначе, она обрушилась, у нас меньше книжных магазинов, чем в большинстве европейских стран, то есть у нас разница там с Францией и с Германией в разы просто, у нас вот эта вот система зверенного капитализма, когда все должно немедленно оккупаться, все должно быть какая-то рентабельность, необычайность, все должно приносить прибыль, она приводит к этим процессам, что у нас просто нет шаговой доступности книжных магазинов, огромное количество игроков и деревьев, просто они исчезли, как таковы. Ну и в городах тоже им отделяют какие-то площади, большие, и эти площади и то сокращаются, хотя вот если идешь по Парижу, мы же берем себе отчет, что там книжные магазины не зарабатывают столько денег, сколько какой-нибудь там ресторан или какой-нибудь там, как это назвать, барбершоп или там какие-нибудь продажные элтики, которые там тоже продаются, но тем не менее их огромное количество, идешь по Парижу и постоянно натыкаешь, там везде-везде книжные магазины, значит власть, государственная машина дает себе отчет в их необходимости, там всегда по три-четыре человека там стоит, тем не менее вот это государственный старт. У США там другим образом продумано, вот что вот это им необходимо, это одна из частей их огромной шоу-бизнес-машины, которая вытягивает эти бестселлеры, их реально читает там по миллиону, по два, по три, упаковывает книгу на бумажном носителе людей и это становится общенациональным предметом обсуждения. Они молодцы, они придумали это, у нас даже в этом направлении даже никаких подвижных, у нас этого нет, потому что нет и все. Ну и есть и какая-то, конечно же, создана, чтобы не обвинять только государство, создана определенная, конечно, инеррационность в этом смысле населения, на которой вот от этого, что вот это вот не надо. У нас убрали все книги, которые были в наших квартирах, у нас сдали все библиотеки, у нас все поставили себе по три телевизора там в разных комнатах и обязательно начинают говорить, что просто там нет денег на книги, потому что книги очень дорогие. Даже читатели в моих социальных сетях говорят, что типа книга 600-800 рублей. Ну я тот же, ну просто вот, из некого чувства справедливости, я там ссылку дал прямую, там, на книге, там, Алексея Иванова, там, Тереха, удалось никого угодно, вот, пожалуйста, от 200 до 350 рублей, там, даже от 175 до 250 рублей продаете книги в мягких ложках, даже в твердых обложках, есть сегменты тех книг, которые можно заказывать в интернет-магазинах и находить. Никаких проблем в этом смысле нет, но вот люди решили, что есть проблема, что просто вот нам не дают возможности. Ну, конечно же, возможности, было бы желание, возможности найдутся. В этом смысле, во многом, конечно, такой есть общественный договорняк, что мы будем все вот как бы считать, что мы высокодухованные и не отличаемся от американцев там, да, но не вполне этому соответствует внутренне. Ну, родители не читают дети, блин, очень мало читают дети, мне просто так отец своих детей, я же прихожу в школу, я же общаюсь с родителями, я знаю, как все это происходит, причем дети учились учиться в школах там, ну, милитарных там, да. Вот, и поэтому государство очень много сделал для этого, государственный капитализм очень много сделал для этого, вот этот вот социал-деревянизм очень много сделал для этого, магазинов мы закрыли там, у нас было их там, допустим, в Советском Союзе, я так точно не скажу, допустим, 40 тысяч, а сейчас в России осталось 8 тысяч книжных магазинов, а будет еще меньше, эта система просто вот работает просто беспощадно, это просто система губит гуманитарное знание русского человека и людей, живущих в России. Но при этом сказать о том, что граждане и гражданское сопротивление этому вот имеет место, и что вот люди понимают, что их вгоняют в водичание, вот в полной мере это не ощущается, вот не ощущается. И это просто уже на уровне просто личных наблюдений, конечно же, очень часто, просто сплошь и рядом люди говорили, что работаем, некогда читать, вот хотелось бы, но некогда читать. Ну и потом начинается ковид, люди два месяца сидят дома и, конечно, по всем продажам просто четко видно, что никто не пошел ни с какими книжками, все повышается. Уровень компьютерных игр, порнографии, просмотра сериалов, все выросло в разы, только книжная отрасль просто пропросила еще в 4 раза. Время нашлось, но как бы дорогие книги. Поэтому давайте мы будем сами себя обманывать, наша доля вины тоже в этом имеет место.